Все учителя говорят, обратись внутрь, направь свои индрии, органы чувств, внутрь. Уходи внутрь, найди себя внутри. Есть ли какие-нибудь практические советы, как это сделать? Я не знаю, что говорят другие, потому что, как я уже говорил ранее, моя главная садхина заключалась в том, чтобы оставаться необразованным и не подвергаться никакому влиянию того, что меня окружало. Правда ли, что то, кем вы являетесь сегодня, как физическое существо, было сотворено извне? Это так? Думаю, многие из вас регулярно посещают духовные дискурсы, поэтому вы научились такому. Неважно, насколько странный вопрос я вам задаю, вы киваете. Это тренировка, тренировка духовных дискурсов. Что бы ни говорили, правда ли, что вы создали свое тело снаружи? Это правда? Они говорят, да. В чем дело? Вы создали это тело снаружи или изнутри себя? Изнутри. То есть источник творения находится внутри. Даже когда тело было вот таким маленьким, он находился там. И сейчас он тоже там, не так ли? Так почему у вас нет контакта с ним? Все очень просто. Мы с вами уже обсуждали это. Органы чувств направлены наружу. Причина в этом. Вам необходимо понять вот что. Допустим, ребенком вы бы потерялись в джунглях. Без контакта с другими людьми. Если бы вы нашли что-то съедобное, вы бы попытались ставить это себе в уши? Скажите, да или нет? Нет. Вы будете знать, куда это поместить. Без обучения. Даже если мама не объясняла вам, как правильно есть, вы все равно будете это знать. Да. Никто не должен учить вас тому, что относится к выживанию. Все это и так встроено в организм. Но чтобы познать что-то, кроме выживания, вам нужно приложить усилия. Помните, как в 4-5 лет, насколько сложно было написать А, Б, В? Проклятую букву А вам пришлось написать 100 раз, чтобы она получилась как надо. Разве нет? Помните? Просто буква А. Три линии. Но как трудно это было для вас тогда. Сегодня же, если я попрошу вас написать ее, то, не думая, без единой мысли в голове, вы сможете это сделать. Почему? Из-за стараний, которые вы в это вложили. Не так ли? Без них, даже сегодня вы бы остались на таком же уровне. Не так ли? Вам было бы очень тяжело нарисовать эти три линии. Вам нужно понять следующее. Вы не получите то, что выходит за пределы выживания, не приложив к этому усилий. Сейчас вы спрашиваете меня, можете ли вы посоветовать что-то, чтобы обратиться внутрь? Да, я могу дать вам совет, но, скорее всего, у вас уже есть опыт, вы много где были, много кого слушали, и это не сработало. Хотите, чтобы и здесь вам тоже ничего не помогло? Вы уже это твердо решили? Нет. Если это так, то не просите советов. Я никому не даю советов и рекомендаций. Существуют методы. Если вы их исследуете, то естественным образом обратитесь внутрь. Вместо того, чтобы пройти через процесс, вы пытаетесь обо всем рассуждать. Это все равно, что все эти книги о духовности, которые вы читаете, если вы их читаете, это верный способ убедиться, что вы никогда не станете духовными. Да, вы узнаете все термины, но внутри вас ничего не происходит. Ведь вы все пропускаете через голову. Все, что должно быть живым опытом, вы превращаете в знание. Так ничего не получится. Существуют простые методы. То, что мы предлагаем как внутренней инженерии, по сути, вот что. Если вы дадите мне 28 часов и будете полностью сфокусированы все это время, если сохраните сосредоточенность на 26-28 часов, я построю для вас механизм, который естественным образом принесет вас внутрь. Но вы хотите этого уже сегодня вечером. Обратитесь внутрь. Слоган здесь не сработает. Слоган здесь не сработает. Слоган здесь не сработают. Продолжение следует...